всем привет я евгений замятин сегодня видео интересное особенно это тема сегодняшнем видео мы поговорим о гирляндах для ловли рипуса с бисером белого цвета что такое гирлянда гирлянда для ловли рипуса это рыболовная снасть то есть это леска с крючками почему гирлянда ну потому что так вот визуально если взять размотать и посмотреть в солнце воды это получается как гирлянда вот новогодняя гирлянда с этими вот столько места фонариков у нас крючки на крючках вот насадки это это насадка вот бисер белого цвета вообще считается такая хрестоматийная или там фундаментальная не случайно этот цвет выбран потому что даже среди натуральных насадок когда мы ловим рипуса у нас часто мы пользуемся да не только рипуса еще и сига то есть у нас насадки то шпаренный опарыш разрезанный на три части как правило одна личинка так насадка с белым бисером это такая хрестоматийная или фундаментальная насадочка потому что именно такого цвета и примерно такой формы натуральные насадки которые мы часто применяем когда ловим рипуса и сига то есть это кусочки сала белого цвета и тоже маленький да похоже или ошпаренный опарыш разрезанный на три части вот эти кусочки опарыша и вот здесь я тебе хочу маленькую интересную деталь сказать что рыба боится живого опарыша вот ты этого может и не знал ли тебе для тебя тоже открытия но имею ввиду живого опарыша рыба боится он такой чересчур видимо такой крепкий борзый такой поворотливый и побаивается она а вот бисер белого цвета это классическая и универсальная насадка искусственно садка вот чем же искусственно насадка отличается в лучшую сторону от естественных насадок конечно как правило если белую рыбу ловишь то там вообще для рыбы натуральные естественные животные насадки вроде как получше будут да а когда мы ловим рипуса все-таки рипусы рыба стаянда и у этой стаи есть такая вот что ли подражательство когда стая смотрит как отдельные члены стаи начинают кушать а мы же все делаем для того чтобы у рипуса спровоцировать активную пищу активное пищевое поведение то есть чтобы она есть начала это рыба для этого мы находим сначала рыбу с помощью холота потом с подсветкой правильной подсветкой правильно светим потом кормим и в качестве прикормки тоже применяем там либо молотый вареный мурмуш с песком либо без песка либо вот инновационным есть прикормка конкретная специальная для ловли рипуса неважно принципиально его чем важно чтобы правильная была прикормка то есть регулярно подаваемая и к так и которая рыбу провоцирует как чтобы она кушала мы правильно сделали спровоцировали вдруг вся стая начинает питаться и представляетесь у нас насадка животное вот и рыба клюнула мы ее вытащили а потом раз насадки уже на этом крючке скорее всего нет или надо поправить или перенасадить другие крючки проверить животные насадки более мягкие и с ними больше возни а когда уже мы все сделали правильная рыба она кстати говоря ведет себя как морская вот рипус он у нас на вельдах когда активно питается есть ребята которые прямо хвастаются словами в более 120 рыбок за рыбалку поэтому понятно что когда ты поймаешь три или пять рыбок а иногда и ноль так тоже бывает ничего в этом нет необычного кроме того что вы не подобрали прикормку вы сели не на рыбу и сделали неправильно но это с опытом пройдет но тем не менее разница есть до поймал ты три рыбки или пять рыбок или все-таки больше 60 разница есть вот когда ты сделал правильно рыба начинает питаться активно и здесь темп главное сохранить темп и искусственная насадка кстати вот этот белый бисер он позволяет сохранять темп потому что ты ты рыба не сбивает эту насадку с крючка и ловишь опять топишь и вообще знаешь да что чем дольше крючки находятся в толще воды тем выше вероятность поклевки а чем больше ты возишься с этими крючками на воздухе там распутываешь или перенасаживаешь насадки в общем меньше тем шанс рыбу поймать и темп теряешь именно поэтому вот чтобы сохранить темп у тебя обязана быть дубликат обязаны нет вот такое такая таких гирлянд но разных разновидностей должна быть с дубликатом потому что вот рыба реагирует сегодня теперь и сейчас на какую-то гирлянда например на примерно гирлянду с белым бисером вот она реагирует активно и искать больше ничего не надо ты уже нашел и вдруг что-то с гирлянды случается путается рвется без разницы что-то случается и что ты будешь брать другую гирлянду понятно что это будет ошибка тебя обязан быть дубликат поэтому вот сколько я вижу гирлянд и рекомендую тебе иметь в ассортименте несколько гирлянд с дубликатами это гирлянда с голыми крючками для естественных насадок гирлянды с бисером и морковного цвета красновато гирлянды с белым бисером гирлянды с перламутровыми бусинками и гирлянды с мухами с корейскими мухами крутая гирлянда самая дорогая кстати говоря но люди берут чтобы иметь у себя про запас козырную карту да что то такое чем можно будет удивить рипуса когда уже вроде бы все сделал не знаю что там еще делать чтобы рыба заклевала так вот почему я говорю что белый бисер еще он такой фундаментальный хрестоматийный что фундаментально снова потому что это основной цвет когда мы ловим рипуса под утро начинает из любого цвета лучше с красноватого а уже под утро когда у тебя пошла третья волна вот это вот клёво ты смело берешь и используешь насадки белого цвета и в частности насадки с белым бисером кстати говоря тем ребятам кто мне звонит и заказывает гирлянды я обязательно вот такая такой интерактив да это обратная связь то есть я еще советую помимо известных тебе насадок доступную и очень эффективную натуральную насадку которую мы применяем при ловле рипуса очень эффективно вот такая загадочка вот такая интрига которую ты обязательно знаешь я расскажу тебе ты когда пишешь мне письмо заявочку оформляешь ссылочка есть в описании под видео и в ответ я тебе обязательно скажу какую насадку приготовить себе вот для очередной поездки на рыбалку чтобы ты точно от нуля ушел у нас рыбалки да знаете какие правила кто вот из начинающих рыболов может не знает это первое правило это уйти от нуля второе правило обловить соседа слева и соседа справа тогда ты орел тогда у тебя прекрасное настроение почему-то вдруг и вкусная рыба еще раз говорю заказать или свяжите сами я говорю да что тут расстояние между крючками 70 сантиметров диаметр лески 0 16 миллиметров основная леска милу нейлоновая боковые поводки из флюрокарбона по 4 сантиметра крючки owner номер 50 434 вернее даже номер там классификация до 50 434 номер 8 то есть размер 8 восьмерка по японской такой классификации вот так такие крючки это от них отталкиваетесь вы слушаете читаете много говорят там ими мельчите можете взять на вооружение любые другие крючочки но мы знаем сами да уже какие бывают крючки если не знаете я специально видео сниму про крючки их там тысячи и тысячи они легко раскладываются по трем полочкам это тоже с моей стороны интерактивная такая замануха чтобы ты проявил интерес к этому каналу к моим к моему опыту и подписался на канал ждал новых интересных новостей в нашей увлекательной страсти рыбалка вот и зимняя рыбалка и ловля рипуса в частности ну что дорогой друг большое спасибо что ты досмотрел это видео до конца сегодня мы познакомились с гирляндой для ловли рипуса с белым бисером ссылочка есть в описании поэтому применять только правильный снасть аксессуары нечего нечего ну и свой опыт приобретай а с вами был евгений замятин встретимся у меня на канале и на рыбалке а а а а а и Субтитры сделал DimaTorzok